Информационные таблички с просьбой навести порядок и восстановить сведения об упокоенных появились на обезличенных могилах, где уже нет ни фотографий, ни данных о том, кто захоронен на этом месте. На морском кладбище началась инвентаризация, которую не проводили здесь более 10 лет. За это время появилось много бесхозных могил. Чтобы их увидеть, не приходится даже идти вглубь территории, а стоит отойти от центрального входа лишь на несколько десятков метров. Чья могила? Мы сейчас предпринимаем меры к установлению, чье захоронение. Горы старых венков, памятников и выцветших искусственных цветов. Так в основном выглядят бесхозные захоронения. Все потому, что многие горожане используют их под складирование мусора. Принято решение во взаимодействии с представителями городской администрации создать комиссию. И, соответственно, мы устанавливаем места, где давно не посещали, где действительно уже не захоронение, а целая организовывается стихийная свалка. Мы такие места устанавливаем, ставим там таблички, привлекаем внимание. Представители похоронной службы «Некрополь» просят родственников или тех, кто знает о таком захоронении, сообщить об этом смотрителю кладбища. В случае, если сведения не поступят, будут поднимать архив. На поиск родственников администрация отводит два года, на третий – возможна эксгумация. Высвобождаться оно будет, соответственно, с демонтажом каких-то остатков памятников там и, соответственно, эксгумация останков с последующим кремированием и перезахоронением праха. В случае появления родственников через длительное количество времени администрация кладбища им сообщит, куда был перезахоронен прах. Стоит отметить, что морское кладбище – одно из самых старых в городе. Первые захоронения здесь датируются 80-ми годами 19 века. Упокоены на территории кладбища путешественник Владимир Арсеньев, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина, расположены братские захоронения моряков, похоронены жертвы авиакатастрофы 2001 года под Иркутском и сотрудники Сбербанка, погибшие от пожара в 2006 году. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.